В Красном Луче прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Народного Единства. 4 ноября по инициативе территориального отделения Мир Луганщини состоялся автопробег. Несмотря на сильный туман, колонна из более чем двух десятков автомобилей стартовала от выезда из города и проследовала по центральным улицам Красного Луча. В связи со сложной эпидемической обстановкой учреждения культуры не смогли пригласить горожан на праздничные концерты. Поэтому разместили видео поздравления от творческих коллективов на страничках в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики информирует об изменениях в порядке получения паспорта гражданина Российской Федерации жителям Республики с детьми от 6 лет. Так, в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации с 1 ноября 2021 года жителям Луганской Народной Республики в заявление о приеме в гражданство РФ, которых были внесены несовершеннолетние дети возрастом от 6 лет и старше, для получения оформленных паспортов гражданина Российской Федерации необходимо выезжать в пункты выдачи совместно с детьми для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации. С наступлением холодов возрастает опасность тихого убийцы. Так называют угарный газ. Не имея цвета и запаха, в считанные минуты он может привести к смерти. Основные источники – отопительные печи, газовые приборы, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Обычно отравление происходит незаметно. При небольших концентрациях угарного газа в воздухе человек может почувствовать недомогание, головную боль, слабость, тошноту, сонливость. При наличии этих начальных признаков надо немедленно покинуть загазованное помещение. При большой концентрации газа в воздухе взрослому человеку достаточно трех вдохов, чтобы получить смертельное отравление. Скоплению в доме угарного газа способствует недостаточный доступ свежего воздуха к отопительной печи. Тесные конструкции помещений увеличивают риск отравления, так как не обеспечивают свободную вентиляцию. Особое внимание следует уделять дымоходам. Перед началом отопительного сезона необходимо очистить их от сажи и нагара. При использовании газовых приборов к трагедии может привести несоблюдение правил безопасности. Хозяева домовых квартир обязаны содержать в исправном состоянии дымоходы и вентиляционные каналы. При плохой тяге, неисправной автоматике пользоваться газовыми приборами категорически запрещается. Опасно неправильное горение газа. Если пламя неустойчивое, коптящее, желто-соломенного цвета, значит в продуктах сгорания присутствует угарный газ. При нормальном горении пламя спокойное, голубовато-фиолетового цвета. Не пользуйтесь плитой для обогрева комнат. Регулярно проветривайте помещение. Открытая форточка спасает от гибели в 90% случаев. При наличии запаха газа в помещении или при каких-либо неисправностях оборудования следует немедленно извещать аварийную газовую службу. При происшествиях, связанных с угрозой жизни человека, звоните в МЧС. Новости телеканала «Луч». В Краснолучском перинатальном центре за прошедшую неделю появились на свет 4 малыша – 2 девочки и 2 мальчика. Максимальный вес новорожденного составил 3,360 кг, минимальный 2,930 кг. Об этом информирует главный врач учреждения. По словам Натальи Шутенко, всего с начала года в Красном Луче родилось 274 малыша. Выставочный зал приглашает на онлайн-выставку. Поскольку из-за напряженной эпидемической ситуации посещение пока запрещено, сотрудники зала сделали видео-обзор творческих работ. На экспозиции под названием «Рассыпалась осень листочками» есть живопись, сувениры, поделки. Светлана Гребешкова представила работы в технике аромофлористика. В руках мастера природные материалы – семена, лепестки, травы, колоски – укладываются в затейливые композиции, панно, коллажи. Посетителям зала хорошо известны работы по корнепластике Василия Макарчука. Добавляя к фантазии вдохновение, народный мастер Луганщины превращает обломанные ветки деревьев, корешки и коряги в сказочных персонажей. В памяти Марии Хоменко в зале представлена серия работ мастерицы «Птички». Это картины, выполненные в технике живопись по лаку. Особое место на экспозиции занимают рушники Елены специальной. Внимание заслуживают акварели Эдуарда Тинаева и живопись Веры Куцаенко. Многогранен талант Ольги Чечель. В зале можно увидеть ее городские пейзажи и карнавальные маски из папье-маше. У каждой свой неповторимый облик. В разных направлениях пробует себя и народный мастер Луганщины Татьяна Лемзякова. На выставке можно увидеть коллекцию переливающихся брошек, вышитые лентами и бисером картины. Мастер декоративно-прикладного искусства Ирина Тюник изготавливает украшения из бисера и полудрагоценных камней, вышивает лентами. В зале есть одна из ее работ – яркая картина лотосы. Соединяя пестрые лоскутки, народный мастер Луганщины Галина Москаленко делает авторские сумки, салфетки, дорожки, а еще вяжет в технике ирландское кружево. Совершить виртуальную экскурсию и увидеть все работы краснолучских умельцев можно на страничке выставочного зала в социальной сети «Одноклассники». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...